всем привет сегодня я внезапно не из машины вообще вещаю меня тут выгуливают я не один я тут с рулевым его видно сидит руководительной и туда поехали давай сюда поехали наверное сегодня коротко даже может быть короче чем обычно во первых хочу поделиться эмоциями с того момента как я вот записал прохождение resident evil 4 ну блин я уже там видео говорил и сейчас повторю игра просто просто охренительно то есть она прям западает в душу это что-то из детства из другой жизни да и одновременно что-то новое очень классно сделанная максимально качественно максимально круто не никаких жалоб о том то что там зря потратил деньги на нее точно нет так вот короче воспрял прям даже немного воспрял я после этой записи хочется знаешь еще записывать еще что-то записывать но во-первых что я в этих догадках сейчас ну вот так труб поменяю одной рукой тяжело эту коляску вести отвратительная кстати коляска после ведет постоянно вправо но не суть вот все думаю что же еще записывать а сейчас выходит last of us какой ремейк на пк сегодня он буквально уже час вышел пока этот еду вот хочу его на на пройти сериями но не для youtube а на youtube эти серии вообще не выйдут кому хочется посмотреть кому интересно а серии будут эксклюзивно выходить если так можно назвать на дзен и на вк я буду выкладывать на youtube вряд ли может быть сохраню может быть когда-нибудь они выйдут но это будет если выйдет то просто так через много месяцев поэтому если кто-то хочет побыть со мной в этом прохождении здесь и сейчас то пожалуйста присоединяйтесь туда в группу а лучше в дзен скорее всего может быть даже просто в дзен выйдут может быть просто в дзен не знаю чем-то мне эта площадка нравится на какая-то адекватная хотя опять же на youtube на ввк просто сумасшедшие какие-то сервера стоят которые обрабатывают ролики и качество отлично и переваривает ну 50 гигов точно переваривает но может 40 я бы больше сыра не больше строка загружал 50 наверно точно переваривает за раз ну конечно с ютубом ничего не сравнится но сейчас youtube фуфло полный для россии поэтому сервера отключаются обработка долгая да и в принципе у меня с ютубом как-то не задалось дзен мне больше нравится да короче дальше написал я текстовый обзор на resident evil 4 восхитился игрой кто не читал прочитайте поставил я там максимально высокую оценку 10 из 10 писал я под впечатлениями я чертовски доволен но не все разделяют соответственно мои радости кто-то должен был естественно обосрать причем я удивлен я удивлен я выкладываю текстовые обзоры на плейграунд и на стоп-гейм обосрали на стоп-гейме то есть там где в основном не токсичная аудитория сидела всегда насколько вот я смотрел а были такие интеллектуалы то сейчас там обосрали а на плейграунде все хорошо там залайканный обзор конечно не такой залайканный как по второму ведьмаку где я тоже кстати восхищался вторым ведьмаком просто ну дифирамы ему пел и при этом ну там там модераторы я так понимаю сайты просто закинули меня еще в рекомендации прям так плотненько и очень хороший хорошо его одобрили этот обзор а те кто его пытался обкакивать тех задизлайкали а тут что-то ну как условно там на стоп-гейме маленькая аудитория на самом деле относительно плейграунда но мне понравился комментарий мне сказали этот антон логвинов разлагинься разлагинься типа но и этого же чувака все время хейтили за то что он все хвалит за деньги да только вот нет к сожалению никто не платил я еще заплатил 5000 почти заплатил или прям 5 ну короче около пяти стоило мне до люк создания резидент его 4 ремейков так что так что знаешь уж нет хвалить только можно исключительно благодаря своим эмоциям и полученным эмоциям от игра эмоции знаешь как они бесценны очень удивлен очень удивлен я такой токсичности на стоп-гейме да и хрен бы с ними вообще я уже не удивляюсь никакому хейту от слова вовсе это знаешь это как с видео на ну вот она резидент его которая вышла один вот так вот на ютубе конкретно говорю там один человек но вот он взял и прошелся по всем роликам и поставил дизы один вот больше никогда там нет дизлайков кроме одного на всех роликах вот я больше чем уверен что это один человек вот потому что ему было просто надо вы кстати сели наушники просто пропал звук них поэтому я не знаю сейчас переключилась запись звука на телефон или вообще она изначально было только на телефон вот так менять за свет идет вот или изначально было она только на телефон надеюсь слышно будет хорошо вот прошелся по всем вот ему не впадлу было знаешь на самом деле вот воистину говорят хейтеры это твои твои самые преданные зрители он может давно тебя не смотреть он обязательно зайдет он обязательно проявит свою активность в идеале он еще и комментарии оставит гневный то что ты скажешь что ты конченый но но оставит и тем самым как бы даже в чем-то но продвинет ролик поэтому знаешь но я бы тут я даже рад им в каком-то смысле а ребята думают то что привод сейчас зайду подгажу 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 уже я не знаю уже площадка дизита отключила уже всем на них давно наплевать надо свои пять копеечек ставить это к и дальше был забавный комментарий чувак на плейграунде мне написал типа не пиши он горит говно не пиши очень плохо пишешь прям лучше не делай лучше не делай причем на обзоре опять же самым залайканом он это писал про этот про ведьмак и маг 2 у меня фу говно типа я на его страницу захожу а у него кучи за дизлайканных его обзоров текстовых то есть то понимаешь ну человек сидит злится вот ему надо вот как-то высказаться одну самоутвердиться вот соответственно он так делает при этом у самого вот эта же тема но не получается я бы не удивлялся блин там видит видишь спиня это божья коровка естественно после нее пыли ого видно да прям туманище из пыли на хрена эти бесполезные ездят я не понимаю он тупо едет пыли давай макс вот так вот постоим да ага напылил там да смотри такое вот явление а ему все пофигу пыльно не пыльно он тычет грузовик грузовик но не говорит молчит папа мама говорит а так в основном молчит ничего больше ну да 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 дай говоришь ему типа ну скажи что это нормального дня так вот типа ничего больше не скажу ну ничего сад пойдет заговорит вот короче ну больше о хейтерах не будем вы ничего о них все говорить бесполезные люди на самом деле даже не задевает просто как сам факт забавный того настолько они сами того не хотя но продвигать помогают могут помочь ролику еще чуть-чуть о цене я его системе рекомендаций странных если на ю тубе знаешь примерно одно и то же плато за исключением там одного-двух роликов то на цене в плане показов в плане может быть просмотров хотя плане самого канала да там просмотров больше чем нужно я уверен я статистику смотрю и прям отличная статистика была бы если бы они не сменили всю систему свою не перри не перештриховали и и так вот допустим первый ролик по резинтылу да вот это самый самый первый прохождение он вообще не попал ни в какие показы то есть там 30 показов по моему показов не просмотров просмотров по моему девять это вообще какое-то дно а последующий второй набрал больше двух тысяч показов в первые полтора дня и соответствующее там его количество просмотров сильно ну там 200 с лишним да за первые сутки было за вторые вот так что для каналов сто двадцать три подписчика это прям вообще ну бомба плюс все же ты же понимаешь там подписчики то в основном не активные 20 20 ежедневно вас кстати за что вам огромное спасибо там нагоняет активность что помогает каналу на дзене это тоже очень важно то есть считай в принципе это норм да когда одна пятая на шестая канала активная все остальное не сказать что балласт но просто цифра сожалению это так и есть и не нужно рассчитывать что вот типа у тебя если там тысяч подписчиков то это должно быть тысяч просмотров постоянно это не так работает уже проверено годами мной лично так что тут тоже не унываю но от статистика и доволен потому что ну о чем ты говоришь если я каналом занимаюсь сколько меньше месяца до из недели две-три опишу и я чертовски доволен результатом там ну знаешь кривая роста она растет высоко-высоко а так чё все сейчас начинала началась финишная прямая потихонечку уже готовимся к отъезду за город не знаю до сих пор погадаю буду ли я комп и перевозить вернее то есть что я его увезу да ну два ли монитора и надо ли мне это так сильно там принципе у меня ноут есть достаточно сильный чтобы просто что-то записывать но что-то си ну типа допустим вас фаз 2 ремейки один ремейк я не смогу записать там на ноуте в той графе как я хочу да плюс рендерится все будет очень долго потому что ну чё там какой-то и 5 они там райзен райзен стоит 5 900 что ли в на ноуте и 3060 видюха ну естественно какая-то урезанная да ну все очень мобильная и я устанавливал там 16 гигов оперативы в принципе очень достойный ноут как он и чп виктус я про него говорил еще на стриме я его покупал когда еще стрим и очень достойно прям максимально достойный ноутбук то темный только экран а так ну при чисто с собой взять поиграть да что-то записывать с него выкладывать это боль будет плюс экран маленький у меня допустим дома стоит 31 с половиной я привык большому экрану мне он нравится а там 16 дюймов тоже себе такое ни о чем ну напишите а у вас то вообще как на каких экранах привык играть какие чё можно ноутбуки только можешь на телеке кстати очень кстати иногда жалею сейчас как стал записывать то что нету больше карты захвата я же тоже скинул вместе с тем компом вторым и надо думаю блин было бы клёво с playstation что-то записать но типа не вариант я не горю желанием сейчас опять выкидывать за карту захвата она около 25 стоит если советует где-то 20 ну такая себе история совсем фиговая даже макс головой машет и по ней нифига да да как-то так а так пишите как у вас вообще весна началась что вообще нового как лет планируете привезти как май может как майские да со мной все понятно все всем до встречи всех был рад видеть все всем пока я кстати не могу еще отвыкнуть смотреть вот сюда я смотрю на себя получается иначе эту красную точку на экране выключение записи а надо вот сюда смотреть в камеру все всем пока